здравствуйте уважаемые студенты сегодняшняя лекция будет посвящена актуальным задачам хирургии таким осложненным как перитонит и кишечные свищи лекцию буду читать я доцент кафедры факультетской госпитальной хирургии номер один лечебного факультета ташкентской медицинской академии имамов абдурахман абдуганевич перитониты и кишечные свищи являются грозными осложнениями хирургии и они зачастую являются основными причинами летального исхода первое достоверное описание клиники перитонита принадлежит военному врачу василию шабану еще 200 лет тому назад описавший развитие у молодого солдата перитонита на почве прободной язвы желудка или двенадцатиперстной кишки 1881 году московский хирург шмид впервые в мире произвел успешную лапаротомию при распространенном гнойном перитоните вызванные нагнеением селезенки при малярии к вашему рассмотрению дается свидетельство полученные патентное изобретение авторами шалкат ибрагимович каримовым ахраман ищанчим турсуновым аскара астровчим асраровым и бахтер дущим бай чем баба джану способ лечения перитонита формирование дренажных систем при перитоните 1979 года можно сказать что это изобретение позволило снизить смертность при перитоните от 96 процентов к 36 проценту это свидетельство является частью работы кандидатской диссертации нынешнего заслуженного деятеля науки республика узбекистан профессора асрарова оскар астровича я и мое поколение воспитаны в страхе перед богом и перитонитом это слова хирурга академика вагнера сказанной 1876 году почему вот такое грозное состояние почему так как тогда не было не анестезиологии реаниматологии которую мы сегодняшний день знаем не было хирургической тактики возможности операции а также применение антибактериальной терапии у этой категории больных поэтому летальность была очень высока что такое перитонит перитонит это воспаление в исцеральной и паритальной брюшины которая сопровождается тяжелыми общими симптомами заболевания организма и в течение короткого времени привод к серьезному часто необратимому поражению жизненно важных органов и систем как указывает статистика перитонит часто осложняется течение острых хирургических заболеваний в органах живота и встречается у 25 процентов больных по-другому говоря каждый больной из пяти больных один является при острых заболеваний хирургических органов живота это больной с перитонитом среди умерших от острых хирургических заболеваний органов брюшной полости от перитонита погибают до 70 процентов больных до сих пор перитонит является основной причиной смерти при остром аппендиците перфоративной язве желудка и двенадцатиперстной кишке ущемленные грыжи остром холеститете и острые кишечные непроходимости показатели достигают до 90 процентов случаев распространенность перитонита у женщин и мужчин соответственно 43 на 57 процентов первичные перитониты встречаются только у одного процента больных основное 99 процентов причина это вторичные перитониты по-другому говоря это осложнение других патологических состояний самое печальный что 60 процентов больных с перитонитом встречается у больных от 16 до 60 лет это то часть населения которое активно работает в общественной жизнедеятельности летальность при перитоните изучены с 1979 по 2002 год острого перитонита и после операционного перитонита указывают неуклонный рост числа этих показателей если по данным стручкова 1979 года показатели острого перитонита составили около 6 процентов а после операционного перитонита перитонита до 27 процентов на сегодняшний день по данным гостишева острый перитонит встречается 42 процента а после операционный перитонит достигает до 60 процентов причины такой высокой летальности при перитоните следующий поздная обращаемость больных это очень часто наш менталитет значительное увеличение числа больных пожилого и старческого возраста увеличение числа онкологических больных увеличение числа больных сахарным диабетом резистентность микроорганизмов к антибиотикам и недостаточная эффективность антибактериальной терапии ошибки диагностики и хирургической тактики особая тяжесть течение гнойного процесса у больных с перитонитом этиологической причины перитонита 1 микробный бактериальный перитонит свою очередь поднимается не специфический вызванный с микрофлоры желудочно-кишечного тракта и специфический вызванный микрофлорой не имеющий отношение к желудочно-кишечному тракту второе асептический а бактериальный перитонит третье травмы и повреждения органов брюшной полости и четвертый это особые формы перитонита такие как канцероматозный паразитарный ревматоидный и гранулематозный основными источниками инфекции брюшной полости при перитоните являются первое это чревообразный отросток до 65 процентов больных желудок и 12 перстня кишка 14 процентов женские половые органы 12 процентов кишечник около 5 процентов желчный пузырь 12 процентов поджелудочная железа около 1 процента послеоперационный период 1 процент и травматические повреждения около 3 процентов случаев причинами могут быть острый гангренозный аппендицит флегмона желудка острый флегмонозный холецистит трубная беременность разрыв кисты яичника болезнь крона флегмона слепой кишки а также абцесс поджелудочной железы может быть причинами ущемленная грыжа при стеночное ущемление 1979 году совчуком было предложено классификация перитонита рассчитаны на распространение перитонита разделяя на три этажа 9 участков переднюю брюшную стенку подразумевается местный перитонит в свою очередь ограниченный 1 2 участка брушной полости неограниченный местный перитонит 1 до 3 участков брушной полости распространенный перитонит в свою очередь делится не на диффузный до 3-4 участков и разлитое когда гнойный процесс имеет тенденцию распространение по всему брюшному полости немаловажное значение имеет стадии течения перитонита по-другому говоря временной характер суточный перитонит это первые 24 часа реактивная стадия перитонита с 24 до 72 часов до 3 суток токсическая стадия и последняя терминальная стадия это свыше 72 часов это говорит о том что есть больные которые процесс перитонита началась уже 3-4 и более дней ранее клиническая картина острого перитонита зависеть из следующих факторов первое этиология перитонита вирулентности микрофлоры локализация процесса распространенности процесса реактивности организма и стадии заболевания характерные симптомы острого перитонита в свою очередь разделяется на местный и общий симптом свою очередь они бывают постоянные симптомы острого аппендицита местного или общего характера и непостоянные симптомы острого перитонита местный или общего характера существует 12 постоянных симптомов перитонита это боли в животе болезненность при пальпации живота второе симптом щеткина блюмберга характерны только острому перитониту третье мышечное напряжение передней брюшной стенки сухой и обложенный язык тошнота рвота жажда шестое лицо гиппократа седьмое порез кишечника задержка газов и калах 8 изменение характера дыхания 9 повышение температуры отставание температуру от пульса симптом ножницы 10 болезнь здесь при исследовании через прямую кишку одиннадцатый лейкоцитоз крови сдвиг лейкоцитарной формулы влево ускоренные сои и последний 12 изменение мочи какие симптомы острого перитонита мы наблюдаем реактивной стадии или первые сутки патологии местные это резкие боли в животе выраженные напряжение мышц живота выраженный симптом щеткина блюмберга перистальтика кишечника ослаблена общие симптомы у этих больных учащение пульса до 120 ударов в минуту отмечается повышение артериального давления учащение дыхания и повышение температуры тела симптомы острого перитонита характерны для токсической стадии это от сутки до трех дней мы наблюдаем местный снижение болевого синдрома снижение напряжения мышц живота симптом щеткина блюмберга менее выражена и перистальтика кишечника не выслушивается общее изменение учащение пульса более 120 ударов в минуту отмечается снижение артериального давления у больного эйфория якобы ему стало лучше боль уменьшилась он выздоравливает час заострение черты лица и бледность гептическая температура симптомы перитонита при терминальной стадии больного начало патологии прошло более трех суток более 72 часов отмечается местно разлитой болезненность по всему животу значительный метеоризм перистальтика кишечника отсутствует общее состояние у больного отмечается лицо гиппократа одинамия он становится безразличным интоксикационная делерия якобы ему мерещится какие-нибудь духи какие-то звуки показывают вызывают к себе обильная рвота с калом запахом падение температуры и у больного отмечается полуорганная недостаточность как диагностируется острый перитонит 1 жал сбор жалоб анамнез заболеваний жизни изучение объективного статуса локального статуса проведение клиника биохимических исследований а также инструментальные методы исследования к инструментальным методам исследования относятся простые сложные неинвазивные инвазивные неинвазивным методом такие как узи исследование обзорная рентгенография реография к инвазивным методом лапроцентез метод шарящего катетера диагностическая лапроскопия а также диагностическая лапротомия что дает узи брушной полости при перитоните указывает на наличие свободной жидкости брушной полости обзорная рентгенограмма брушной полости мы на обзорной рентгенограмме увидим перевернутые чаши клёбера скопление газа и жидкости растянутым тонком кишечнике диагностическая лапроскопия предложенные 1907 году карл шторцем лапроскоп на сегодняшний день является более достоверным методом который позволяет непосредственно на обнаружит источник перитонита наличие и характер эксудата брушной полости если лапроскопический аппаратура отсутствует то тогда или нету возможности выполнения лапроскопические исследования в трудных таких случаях метод диагностической лапротомии позволяет своевременно установить наиболее правильный диагноз лечение больных острым перитонитом включает три периода это период предоперационной подготовки второе оперативного лечения и третий период это после операционное лечение больных с острым перитонитом проблема предоперационной подготовки с одной стороны является коррекция нарушенных функций до уровня при котором хирургическое вмешательство было бы наиболее наименее опасным для больного с другой необходимо как можно раньше устранить гнойный процесс брушной полости причину нарушения гемостаза что ограничивает минимально короткими сроками решение всех лечебно-диагностических задач периода чем тяжелее состояние больного тем дольше длится предоперационная подготовка но не нельзя забывать что предоперационная подготовка дается время не более двух часов и раннее оперативное вмешательство является показателем хорошего показателя подготовки больных с перитонитом что будем осуществлять этом периоде предоперационной подготовки первое коррекция валимических электролитных и микроциркуляторных нарушений сведением лактосоля десоля раствора рингера хлористого калия руб риополигликина коррекция белковых нарушений больного сведением альбумина или свежей замороженной плазмы 3 немаловажные это декомпрессии желудочно-кишечного тракта снижение секреции для того чтобы сократить поступление содержимого кишечника свободную брюшную полость шестое устранение анемии устранение метаболического ацидоза 8 блокада болевых импульсов 9 введение глюкокортикоидов 10 введение ингибиторов протиаз а также 11 антибактериальная терапия начатая до операции но основным методом лечения острого перитонита является это срочное оперативное лечение какие основные принципы оперативного вмешательства при перитоните существует это общая анестезия с управляемым дыханием широкий доступ ревизия органов брюшной полости ликвидация источника перитонита санация брюшной полости назоинтестинальная и транс анальная интубация дренирование брюшной полости часто используемым доступом при остром перитоните является средне-срединная лапротомия который позволяет осуществить эффективную ревизию органов брюшной полости во время операции необходимо изучить оценить состояние брюшины цвет прозрачность толщину отечность наличие гиперемии и инициирование сосудов также имеет значение изучение характера эксудата брюшной полости циррозные циррозно-фибринозные фибринозно-гнойные геморрагический и хоррозный мочевой желчный каловый и смешанный характер эксудата ревизию органов брюшной полости имеет очень большое значение здесь основным правилом является соблюдение этапности ревизии органов брюшной полости начиная от 3 заканчивая прямой кишки если вот этот этапность будет соблюдено то там а тогда мы точно установим источник перитонита ликвидация источника перитонита если причины перитонита является острый деструктивный аппендицит то выполняем операцию аппендектомию если же причиной источником перитонита является острый деструктивный холецицит то выполняется холецистиктомия от шейки или от дна ликвидация источника перитонита при фоне гангрена кишечника то выполняется резекция кишечника с наложением энтро-энтроанастомоза бок в бок не конец бог или конец конец только бог бог так как при перитоните кишечник не очищены поэтому выполняется только бог бог если источником является перфорации язвы 12 перстня кишки или желудка выполняется две группы оперативных вмешательств это ушел они перфорации и второе резекция желудка выбором оперативного вмешательств при гастродональных перитонитах основным фактором является определение стадии перитонита если ферментативная стадия перитонита то выполняется радикальная операция такие как резекция желудка трункулярная антромектомия и трункулярная вагатомия с дренирующими операциями если же у больного гнойная стадия перитонита то таким больным показана только палеотивная операция в виде ушивания перфоративных язв не менее важное значение имеет на заинтестинальной и трансанальной интубации кишечника эти два способа позволяет нам полностью произвести декомпрессию кишечника освободить просвет кишечника и остановить поступление кишечного содержимого в брушную полость дренирование брюшной полости осуществляется при местном перитоните одним или двумя дренажами при диффузном перитоните же дренирование осуществляется двумя или тремя дренажами вот если у больных отмечено разлитой перитонит то дренирование осуществляется тремя или четырьмя дренажами соответственно значит верхние два дренажа правый левый подреберье а также нижние два дренажа значит правый подвздошной области дренаж устанавливается у входа в дугласово пространство а левый дренаж нижний устанавливается непосредственно в дугласовом пространстве это имеет очень большое значение когда мы будем удалять дренажи первую очередь вы должны удалять правую нижний дренаж после этого в конечном итоге удаляем левый дренаж в области дугласово пространство перитониальный диализ осуществляется на основании принципа метод очищения организма от вредных прист веществ основанный на высокой высасывающей способности брушины сущность диализа указана на этом схематическом изображении значит внутренно среда организма диализируемый раствор и полупроницаемая мембрана вашему вниманию предоставлено метод проточного диализа когда установлено 4 дренажа в брушной полости и и через верхние два дренажа вводим диализат а через две нижние дренажа осуществляется выделение диализата этот методика называется проточным методом второй способ фракционный диализ когда нижние обе дренажа закрыты через верхние обе дренажа брушная полость заполнена диализатом после полного заполнения брушной полости открывается нижней дренажи этих двух методиках если обратите внимание 4 дренажа и верхние дренажи свободно стоят и если верхние два дренажа по тяжести диализата сместятся свое место то энное количество расстояние брушной полости остаются не очищенными а по методике клиники или по методу шалката брагимча если обратите внимание место 4 дренажа используется 3 дренажа это две нижние дренажи а вместо двух верхних дренажей поставлено один дренаж который через правую подреберье заходим через серповидную связку печени проходят и этот же дренаж выходит через левые подреберье и создается такое состояние когда серповидная связка будет удерживать неизмененном положении этот дренаж обратите внимание отверстие этого дренажа выполнен таким образом к центру они увеличиваются в размере это свою очередь позволяет равномерному распределению диализата по всему брушному полости и как душевая система она промывает всю область брушной полости вот поэтому она позволила снизить показатели летальности от 96 до 36 процентов больных иногда наблюдаем осложнение при перитоните свою очередь осложнение делится на специфические и не специфические осложнения специфическим осложнением относятся осложнения в ране и передней брюшной стенки такие как нагнеение раны флюгмона передней брюшной стенки абсцесс брюшной стенки эвентрации паралитическая кишечная проходимость несостоятельность швов после операционный перитонит кишечные свечи и сепсис не специфическим осложнениям перитониты являются и по статическое понимание тромбоэмболические осложнения как инфаркт миокарда и инсульт энцефалопатия дилерия dvs синдром острая дыхательная сердечно-сосудистая почечная печеночная недостаточность обязанности врача в общей практике останавливаться в конце лекции вторая тематика это очень грозное осложнение как кишечный свеч распространенность кишечного свеча каждому хирургу приходится наблюдать больных со свечами желудка и кишечника но такие больные встречаются не часто кишечные свечи возникает всего один или два процента от всех операции на органов брюшной полости несмотря на это развитие хирургии привело к не только к уменьшению а наоборот увеличение число этих осложнений за счет выполнение сложных хирургических вмешательств реконструктивных операций на органах брюшной полости в том числе у больных пожилого и ослабленного категория особые сложности возникает при лечении несформированных кишечных свечей летались при этом колеблется от 20 до 72 процентов случаев к вашему вниманию дается демонстративный материал больных с кишечными свечами с наличием открытых кишечных свечей ходов а также использование колоприемников естественно запах это состояние считается неприемлемым для больного и окружающей среды что такое кишечный свеч кишечный свеч это сообщение просвета кишки с поверхности тела или с просветом другого пола органа в свою очередь классификация кишечных свечей подразделяет врожденные кишечные свечи второе лечебно-искусственные свечи и третье патологические кишечные свечи врожденные кишечные свечи возникает внутриотребном развитии плода соответственно сообщение просвета кишки с поверхности тела или просветом другого пола органа естественно после процесса кормления ребенка начинают проявляться клинические проявления кишечного свеча поэтому зачастую большинство процентов этих больных оперируют детские хирурги или они умирают в раннем возрасте мы с вами взрослые врачи врачи общей практики основном встречаемся двум категориям свечей это лечебно-искусственные свечи и патологические кишечные свечи какие разновидности существует лечебных свечей первое лечебные свечи с целью декомпрессии кишечника они выполняются для декомпрессии кишечника у больных которых желудки кишечники имеется препятствие для прохождения содержимое желудочно-кишечного тракта если это на уровне желудка выполняется гастростома если уровне тонкого кишечника энтрастома если это же препятствие будет наблюдаться у больных толстым кишечники кто выполняется колостома с целью питания больных лечебные свечи выполняется у больных например если у больного существует опухоль пищевода или опухоль на уровне тонкого кишечника выполняется два разновидность оперативного лечения установка гастростомы или энтрастомы через эти гастростомы энтрастомы вводится питательные вещества для кормления больного а для того чтобы осуществить этот процесс существует разрабатывается питательные вещества бывший республики советского союза использовал институт питания существовал институт питания которые разрабатывали пищевые питательные вещества для кормления детей кормления больных армию космоса и в том числе больных с целью питания которое используется у не пит или внутритекс который позволяет точно на каком уровне кишечника будет ли это тонкий кишечник будет ли это толстый кишечник покречный ободочник кишка или другой раздел кишечника только будет осуществляться усвоение этого же участка но они у нас республики не использует это не не выполняются не подготавливаются поэтому они стоят очень дорого для осуществления питания больных необходимые технические средства это виде зонда и катетеры силиконовые многоразовые с несколькими значит просветами также имеется резервуары для приема и для введения этих питательных веществ для равномерного проведения введения в лекарственных препаратов осуществляется роликовыми насосами так как она должна равномерно во время одинаковом количестве передавать значит пищевые продукты желудочный кишечный тракт но эти приборы технические средства также очень дорогие и 3 разновидности лечебных свящей это один из этапов оперативного вмешательства например у больных опухолями терминального отдела кишечника наблюдается картина острой кишечной непроходимости больные поступает экстренное отделение неподготовленный кишечник то тогда для того чтобы снять симптомы острая кишечной непроходимости выполняется операция один из этапов операции как например операция гардмана введение приводящий части кишечника наружу анус пренатуралис это первый этап операции а основной этап это удаление опухоли и восстановление целостности кишечника является вторым завершающим операцией причины возникновения после операционных свящей указывает 50 процентов это острый аппинцит 15 процентов острый холецистит около 12 процентов острая кишечная проходимость ущемленные грыжи травмы органов живота около 9 процентов и другие заболевания составляют около 7 процентов случаев механизм развития кишечных свящей указывает на 4 разновидности 1 длительные присутствует дренажных трубок если трубка будет стоять значит долго то в области соприкосновения с стенки кишечника может быть мацерация и образуется нарушение целостности стенки который может быть причиной кишечного священ небырежное обращение с тканями во время операции несостоятельность швов и захват кишки на шов вот эти три те технические погрешности которые вас нас врачей общей практики хирургов изучали модели оперативной хирургии топографической анатомии мы не обращаем внимание частые или редкий наложение швов или грубое обращение взятие стенки кишечника с инструментариями или захват кишки во время швов это обычно бывает конце операции молодые или клинические ординаторы или магистры или начинающие врачи начинают конце завершать операцию этот период заканчиваются уже антизиологические пособия увеличивается перистальщика кишечника и нарушение техники приводит к захвату кишки на шов и в последующем вот это четыре фактора может быть основными механизмами развития кишечных свечей к вашему вниманию указана таблица классификация кишечных свечей они оказываются бывают внутренние наружные полный неполный формированный не формировал формированный через полость открытый трубчатые губовидные кроме этого по локализацию только кишечный толстокишечный смешанные сложные осложненные не осложненные почему вот так распределяем для того чтобы полностью оценить тяжесть и клиническую картину мы а должны оказываться указать все эти разделы например наружный формированный губовидные тонко кишечные не осложненные кишечные свечи или другая форма наружный формированный трубчатый толстокишечный сложный осложненный свеч вот это два примера указывает не увидев больного какой больной тяжелее чем другого разновидности несформированных или открытых кишечных свечей бывает непосредственно к коже или через полость также бывает формированные кишечные свечи свою очередь два разновидности губовидной со слизистю и трубчатые уже сформированной тканью полный и неполный полный это значит приводящий и отводящий участок полностью выводы наружу неполный когда имеется кишечный свеч а также у больного осуществляется пассаж желудочно-кишечного тракта по естественному пути ну здесь дается вам разновидности неполных кишечных свечей когда она непосредственно открывается кожу или с нагноением или через полость кроме этого дается сложная форма когда кишечный свеч не только мягкие ткани а повреждая позвоночник выходит естественно это очень сложная форма кишечных свечей неполного и она будет сопровождаться очень большими потерями для больного дается двух ствол к полный кишечный свеч приводящий и отводящий часть раньше такие операции выполнялись последнее время эти операции практически не выполняется так как потери больного при выполнении таких операций очень высоки какая лечебник тактика существует для лечения кишечных свечей первое создать оптимальные условия для сформирования формирования несформированных свечей как осуществляется первое предотвратить распространение кишечного содержимого в брюшную полость создать условия для ограничения процесса по-другому говоря формированию кишечных свеча создать условия 2 для свободного вытекания кишечного содержимого наружу провести декомпрессии приводящие петли активиза активная аспирация установка дренажей и другие вторая лечебная тактика компенсировать потери и предупредить нарушение обмена веществ для этого выполняется возврат потерянного кишечного сока через свеч провести инфузии электролитными растворами углеводы аминокислоты кровь плазму витамины провести больном парентральное питание с использованием инфизола силимина и силипида питание через энтральный зонт чем выше расположен свеч тем высока потеря это говорит если высокое расположение свеча мы имеем короткое время для подготовки больного если же низкий расположение свеча или толстокишечное расположение свеча то мы имеем определенное время для подготовки больного к операции плановой и третьей лечебной тактики имеется оперативное вмешательство антибактериальная и противовоспалительная терапия антибиотики широкого спектра действия и сульфаниламиды провести общую предупреждающую терапию иммунотерапию предупредить застой кишечного содержимого свеча также провести профилактику воспаления кожи вокруг раны с использованием паста лосария и других вовремя произвести операцию ликвидацию кишечного свеча метод возврата потерянного кишечного содержимого кишечник осуществляется с установкой дренажей приводящую и отводящую часть свеча для того чтобы провести декомпрессию и ввести питательные вещества в организм другая методика это использование абтураторов для закрытия просвета содержимого а также использование насосов дренажей для того чтобы провести одновременно и декомпрессию и введение лекарственных пищевых продуктов в организм показано это схематическом изображении и только после проведения вот этих мероприятий можно выполнить методы ликвидации кишечных свечей сразу скажу у нас в республике для лечения таких категорий больных создана республиканский центр колопрактологии где после тщательной подготовки больных этой категории выполняется окончательный метод ликвидации кишечных свечей таких как если она имеется тонком кишечнике выполняется резекция тонкого кишечника со свечевым ходом с наложением энтра-энтра анастомоза конец в конец если же этот процесс находится толстым кишечника то выполняем резекцию толстого кишечника со свечевым ходом с наложением энтра-энтра анастомоза конец конец если же кишечный свеч небольшой пристеночный то выполняется клиновидная резекция тонкого кишечника с восстановлением целостности кишечника если же к вашему вниманию имеется кишечный свеч восходящего отдела толстого кишечника выполняется резекция всего восходящего отдела и половина поперечной ободочной кишки с наложением толсто-тонкокишечного анастомоза бок-бок возникает вопрос почему выполняется вот такой объемистые операции половина поперечной ободочной и полностью восходящей части толстого кишечника для того чтобы не возникла коленка и не привело бы компрессию давление в области наложенного анастомоза эти операции можно выполнить только в условиях кола проктологии разрешите останавливается обязанности врача общей практики при перитоните и кишечных свечах что должен узнать выполнить врач общей практики это оказание первичной медицинской социальной помощи населению санитарно-просветительная работа пропаганда здорового образа жизни профилактическая работа своевременное выявление ранних и скрытых форм заболевания группа риска динамическое наблюдение больных оказание срочной помощи при неотложенных и острых состояниях своевременная консультация и установленном порядке проведение лечебной и реабилитационной работы в соответствии с квалификационной характеристикой проведение экспертизы временной трудоспособности организация медико-социальной бытовой помощи совместно с органами социальной защиты и службами милосердия одиноким престарелым инвалидам и больным также введение утвержденных форм учетности отчетности документации еще раз я вам хочу отметить что эти обе категории больных они являются очень серьезными и очень часто заканчивающиеся смертельным исходом патологиями поэтому я вам бы советовал бы для того чтобы хорошо освоить эту тематике эти вы хорошо бы учили учебник оперативной хирургической оперативной хирургической хирургии линдмана а также монографии руководству посвящены этим двум патологиям во время практических занятий участвовали бы операции этих категорий больных во время дежурства и курации непосредственно посмотрели бы введение этих больных а также как осуществляется перевязка этих больных все это в последующем вашей практической деятельности как врача общей практике давала бы вам большие возможности правильно поставить диагноз и осуществует лечебная манипуляция этих больных спасибо за внимание